Окей. Hi, guys. Сегодня мы с вами разберём part why. Три текста. Давайте начнём. Первый текст у нас называется It's called the rooster and the fox. Петух и лиса. Так, давайте быстро посмотрим на вопросы, просмотрим. The rooster said reached way up in a tree. Здесь мы должны просто продолжить. The fox ran to get a... Тоже продолжение. The plan the fox sawed up was... The fox wanted the rooster to... The rooster told the fox he saw. Окей. Давайте... Найдём ответы. Так. The rooster said reached way up in a tree. A rooster said perched way up in a tree, crowing loudly. Давайте переведём. Петух сидел... Так, сидеть гордо, да, там... Петухи же сидят, вот так вот он сидел. Значит, way up in a tree на дереве, crowing loudly. Crowing loudly – это значит кукоекать громко. Так, если у нас вариант такой, есть, да, crowing loudly. Получается, ответ у нас B. Sleeping. A sleeping. Разве он у нас спал? Нет. Crowing loudly и crowing softly. Soft – это значит не громко, а тихо, да? Так. Дальше. Следующий вариант... Ой, вопрос. The fox ran to get a... Лиса побежала. Зачем она бежит? Давайте разберём. A fox heard him and came running to see if he could get a chicken dinner. Значит, она, лиса, услышала то, как кукарекает петух, и быстро побежала, чтобы убедиться, чтобы узнать, может ли она получить a chicken dinner, обед, да, такой обед. Курицу, петуха на обед, значит, она побежала, чтобы, для чего, a chicken dinner, a little advice, good love, для обеда, ради обеда, ради совета, advice, good love, чтобы посмеяться. Ответ, конечно же, a, правильно? Chicken dinner. Вот, вот здесь у нас доказательство. Дальше. The plan the fox sawed up was... The plan the fox... Значит, что планировала лиса? On the way, he sawed up a plan to get the rooster to come down. Значит, по дороге он составил план, этот лис составил план, и... Так, hello, brother rooster, he said in his nicest voice, voice, have you heard of the universal peace agreement that has happened between all the animals? Значит, здравствуй, брат петух, да, он сказал, have you heard, слышал ли ты о всемирном, мирном соглашении среди животных? We will none of us ever eat each other again, but live in a peace. Ага, никто из нас не будет есть друг друга, а наоборот будем жить в мире. Why don't you come down, we can talk about this great news. Почему бы тебе не спуститься, да? Мы можем поговорить об этом, об этих прекрасных новостях. Значит, план лисы был таков. He had come to help the rooster get out of the tree. Он хотел помочь петуху спуститься вниз. Нет. It was nicer to be on the ground. Сказать, что лучше находиться на земле, да, чем на дереве. There was a universal peace agreement between all animals. Да, чтобы сказать, что здесь была, то есть, осуществлена всемирная, всемирный договор, да, мирный договор. Ответ, конечно же, си. Так. Дальше. Даже у нас. The fox wanted the rooster too. Чего хотела лиса от петуха? Say something clever. Сказать что-то умное. Grow up in the tree some more. Кукарекать на дереве еще больше. Или come down and talk so he could eat him. Спуститься вниз, чтобы она смогла съесть его. Ну, логично. Она сказала, почему бы тебе не спуститься? Мы бы поговорили об этих новостях, да. Значит, ответ у нас си. Она хотела, чтобы петух спустился и поговорили. Чтобы они поговорили, чтобы потом она поймала его. Так, дальше. Петух сказал лисе, что он видит. Так, что он видит? Давайте разберем. The rooster knew what kind of animal the fox was. Значит, получается, петух знал, каким животным была лиса. He knew the fox was trying to trick him. Она знала, что она собирается обмануть его, да. So he decided to trick him back. И петух тоже решил обхитрить ее. Он посмотрел. He looked very closely at something far the distance. What are you looking at there? Asked the fox. I think I see a pack of dogs coming this way on a fox hunt. Значит, он посмотрел на что-то, что находится далеко, да. И лиса спросила, на что ты смотришь так. Тогда он сказал, я думаю, я вижу a pack of dogs, стаю собак, которые охотятся на лису. Ну, что ж, если это так, мне лучше уйти, сказала лиса. Окей. Значит, здесь ответ. Где наш вопрос? Что же видит петух, по мнению лисы? Another fox. Он сказал, что видит другую лису. Some more chickens. Больше петухов, куриц. Или же a pack of dogs. Стаю собак, которые охотятся на лису. Окей. Или си. Дальше. Поехали. Следующий вопрос. А, следующий текст. Is this really heaven? Is this really heaven? Это ли настоящий рай? Maggie took vacation. Так, давайте сначала посмотрим один раз на вопросы. Maggie's favorite place they visited was Hershey. Продолжение. Founded the Hershey Candy Company. Кто-то нашел вот эту компанию, и мы должны найти кто же. Hershey, Pennsylvania was built more than years ago. Окей. How many years ago Pennsylvania was built? Дальше. In the story Maggie's who loves to eat chocolate, mother, father, or uncle. Maggie and her mother, father, uncle decided they will try some too. Окей. Давайте быстро-быстро найдем. Maggie's favorite place they visited was Hershey. Так. Maggie took vacation with your family. One of your favorite places they visited was Hershey, Pennsylvania. Окей. Do we have any Pennsylvania? Yes, we have. It is B. It is B. Окей. Следующий вариант. А вот следующий вопрос у нас. Кто-то нашел Hershey Candy Company. Кто-то нашел Hershey Candy Company. Who was founder of the company? The town was built over a hundred years ago by Milton Hershey. Do we have Milton Hershey? Да. Значит, он нашел, да? Он построил. Не нашел, а построил. I'm sorry. Построил. Он был основателем Hershey Candy Company. Так. Дальше. Hershey, Pennsylvania was built more than years ago. Сколько-то лет назад был построен этот город. Я думаю, мы читали такую информацию. The town was built over a hundred years ago. Hundred years ago – это значит сто. У нас есть такой вариант? Есть. One hundred years ago, да? Там написано a hundred, а здесь one hundred. A значит, значит, one. Дальше. Следующий вопрос у нас. In the story. В истории Maggie's mother, father, uncle loves to eat chocolate. Окей. Кто-то из... Кто-то из семи. Maggie любит шоколад. Here. Maggie's mother just love chocolate and tried many different kinds. Тоже кто-то из... Кто-то из Мэгги еще хотел попробовать шоколад. Давайте посмотрим, кто. Давайте в конце. Вот смотрите. At this. Her father laughed out loud. I think your mommy just likes chocolate an awful lot, he said. Why don't we go get ourselves a few little bites of heaven. He looked at Maggie. Значит, кто? Ее папа тоже хотел попробовать. Да? Значит, ответ у нас. Be father. Так, дальше. Третий. У нас a glass of milk. Значит, вариант так. Здесь у нас вопросы. True or false, да? Said if statements are true or false. Мы должны найти, правильно ли утверждение. Или же они неверные. A poor boy was thirsty, a young lady gave a boy some food, the boy paid nothing for a glass of milk, the boy was angry when he left the house, the boy became a doctor. One day a poor boy who was selling goods from toe to pay his way through school found he had only one dime left and he was hungry. Окей, первое утверждение у нас говорится, что он был thirsty. Thirsty это значит... Thirsty это жаждущий, да? Пить хотел он. А здесь говорится, что он hungry. Получается, первое утверждение у нас false. Так как он не был thirsty. He was hungry. Next, a young lady gave a boy some food. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Здесь у нас слово nerve переводится как смелость. Он потерял свою смелость, когда дверь открыла молодая женщина. Instead of a meal, he asked for a drink of water. Вместо еды он попросил стакан воды. Она подумала, что он голодный и дала ему большой стакан молока. Значит, он выпил медленно и спросил, сколько же он должен ей. A young lady gave a boy some food, говорится у нас в предложении. Но, так как мы видим здесь, она дала не food, а glass of milk. Значит, это тоже у нас false. Третье. The boy paid nothing for a glass of milk. Значит, мальчик заплатил ничего. То есть, он ничего не заплатил. Давайте разберемся. Значит, он спрашивает здесь, how much do I owe you? Сколько я вам должен? You don't owe me anything. Ты не должен мне ничего, она ответила. Mother has taught us never to accept pay for kindness. He said, then I thank you from my heart. Значит, мама нас учила никогда не брать оплату за доброту, она сказала. Тогда он ответил, тогда я благодарен вам от всего сердца. Значит, здесь говорится, что мальчик ничего не заплатил. Это правильно. That's true. Потому что она ничего не взяла. Окей. Next is as the boy was angry when he left the house. Значит, мальчик был злым, когда покинул дом. Давайте разберемся тоже. As Howard Kelly left that house. Получается, Howard Kelly – это имя мальчика, да? He not only felt stronger physically, он не только чувствовал физическую силу, but his faith in God, and man was strong also. Но также его вера в Бога и в людей тоже выросла, да? He had been ready to give up and quit. А ранее он готов был сдаться. Значит, он не был злым. Здесь 14-е предложение. Значит, у нас он был злым, он был… Вот. The boy was angry. That is false. Он был, наоборот, вдохновлен, да? Он был… Он чувствовал себя даже сильнее, чем был раньше. Окей. Many years later, that same young woman becomes critically ill. The local doctors were bad, but they finally sent you to the big city. Угу. Значит, много лет спустя та женщина заболела. Редкой болезнью, да? Получается, смотрите. Доктор Хоуэрд Келли was called in for the consultation. Доктор. Доктор. Получается, да? Его позвали, чтобы он консультацию дал этой женщине, да? The boy became a doctor. That is true. Хорошо. Окей. Я думаю, мы закончили с разбором этих текстов. Значит, если есть вопросы, можете задать, спросить. Окей. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Пока-bye. Продолжение следует...